Казанская федеральная университета 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 То есть это порядка 90% Ну это даже побольше Да, из 117 и 108 Это почти 100 Какие направления выбирает? Кого готовили? Физиков? Мы готовили физиков, конечно Наши в основном традиционные выпускники поступают в институт физики Институт вычислительной математики В ЭТИС Вот в этом году очень многие планировали продолжить образование в институте фундаментальной медицины и биологии. Есть, конечно, очень востребован у нас экономические факультеты, институт экономики. Да, без них уж как. Ну и в то же время никогда без внимания наших выпускников не остается юридический факультет. Вот. И каких бы физиков мы ни готовили, лирики в нашей семье всегда рождаются. И бывает, в общем-то, нередко, когда человек 5-6 продолжает образование именно на факультете коммунитарной направленности. И выходят из наших стен настоящие журналисты потом, успешные журналисты, телевизионщики. Ну, своих коллег я, безусловно, конечно же, жду. Я думаю, у вас такой полный, в общем, комплект. Да. Я, кстати, знаю тройку лидеров среди институтов Казанского федерального университета. Я думаю, что Сергей Иванович тоже их знает. Елена Герман, догадывайтесь, какие институты у нас в лидерах вообще по набору заявлений? По количеству поданных заявлений? Я думаю, что это институт физики, как обычно, наверное, институт экономики и, наверное, юрфак. Ну, я тогда предлагаю сейчас посмотреть сюжет, развить все сомнения. Встречаемся в студии буквально меньше, чем через 4 минуты. Смотрим сюжет. Сейчас второй корпус университета – самое оживленное место. Здесь сотни абитуриентов, многие из которых надеются стать новыми студентами КФУ. Вопросы, ответы, несмотря на век информационных технологий, желающих лично встретиться с представителями приемной комиссии, не становится меньше. Чему могут научить и в каком институте, подсказывают волонтеры приемной комиссии. Газис Яфаров консультирует тех, кто блуждает в поисках своего заветного места. Его задача – направить и подсказать. Заодно не забывает, конечно же, агитировать за свой родной институт филологии и межкультурной коммуникации. ПЭП-деклассные. Здание красивое, одно из самых классных в КФУ. Очень много творческих людей у нас есть. Интересно, весело. Все для жизни студентов. В колл-центре телефонные звонки тоже не умолкают. Здесь сотрудники университета дистанционно консультируют абитуриентов. Ежедневно девушки отвечают на сотни вопросов. Сотрудники даже начали коллекционировать самые оригинальные. Каждый день какие-нибудь такие перлы выдают. Но вчера у нас была женщина, которая хотела, чтобы ее ребенок обязательно учился именно на прокурорах. Где у нас учат на прокурорах? Да, только сюда, в наш университет. В КФУ. Абитуриенты, которые определились со своим выбором, несут оригиналы документов. Их уже более четырех тысяч. Цифры доказывают, что борьба за место студента Казанского федерального будет нешуточной. Определилась и тройка лидеров по институтам КФУ. Явный лидер – это 7 тысяч заявлений, наверное, будет не сюрприз, институт управления экономикой и финансов. 4 тысяч заявлений принял институт международного отношения и истории востоковедения. И далее 3 тысячи заявлений имеют психология образования, институт биологии и межкультурной коммуникации. И вот что немного новое, 3 тысячи заявлений принял институт математики и информационных технологий. По последним данным, 6 абитуриентов претендуют на одно место студента КФУ. Это практически в два раза больше по сравнению с прошлогодними цифрами. Бывшие школьники и их родители едут из разных уголков Татарстана и России. Многие уже точно знают, почему выбрали Казанский федеральный. Близкое расположение к дому, то есть 350 километров – это не расстояние. И очень высокий рейтинг в России вообще. Катируется серьезно. «Ходит, по-моему, в десятку или в пятерку по России у нас самых лучших». «Трудоустройство выпускников тоже стоит не на последнем месте. То есть востребованность выпускников данного института. То есть тоже где-то они там первые 20-30 находятся по рейтингам. То есть основные показатели, чтобы не только отучиться, но и потом еще быть востребованным на рынке труда. Чтобы посмотрели, ага, КФУ, берем». Сейчас для абитуриентов главное сдать вовремя документы, а для сотрудников приемной комиссии их проверить. Но уже через несколько недель бывших школьников будет интересовать лишь одно – смогут ли они назвать себя студентом КФУ. Мы снова в студии. Вы смотрите программу КФУ «Вчера, сегодня, завтра». И сегодня мы, конечно же, говорим о приемной компании «2015», которая, ну, прям в самом разгаре. Абитуриенты, их родители, школьники, которые хотят стать студентами КФУ, звоните, задавайте свои вопросы. Мы их принимаем по телефону 233-75-32. Также доступны и по скайпу наш ник универсмотри.ру. На ваши вопросы у нас отвечает ответственный секретарь приемной комиссии Иоанненко Сергей Иванович и директор лица имени Николая Ивановича Лобачевского Елена Германовна-Скобельцина. Сергей Иванович, я знаю, что в этом году есть определенное новшество по приему. То есть вы дарите, скажем так, дополнительные баллы к тем набранным по ЕГЭ. Кому и сколько? Ну, я должен сказать, что мы не совсем дарим, а присуждаем баллы дополнительные, и это в рамках новой политики по учету индивидуальных достижений, кроме ЕГЭ. Вот эта политика стала проводиться с этого года. Значит, Центральное министерство, Министерство образования науки Российской Федерации. Смысл заключается в том, что мы можем сами определять индивидуальные достижения, по которым можно дополнительно давать баллы. Разрешено таким индивидуальным достижением у нас, значит, причислять это призеров-победителей межрегиональных предметов Олимпиады, которые мы проводим. То есть по тем Олимпиадам, где у нас нет федерального уровня, но мы их проводим. Там победитель очного тура получает два балла дополнительно, один балл призер. То же самое научная, значит, у нас есть конференция Лобачевского для школьников научных, которые каждый год проводятся. И тоже там по направлениям, если диплом первой степени, два балла, диплом второй, третьей степени, соответственно, один балл. Суммарно, если и там, и там, то есть неплохие баллы получаются, дополнительные к тем ЕГЭ, которые уже есть. Кроме того, в рамках Российской Федерации за аттестат с особого роста, то есть золотая медаль, как и медальный аттестат, присуждается три балла дополнительно. И вот, пожалуй, на этом можно остановиться. То есть в идеале можно получить семь дополнительных баллов. Это совсем неплохо. Совсем неплохо. Конкурс ситуация. Я думаю, такая политика будет продолжаться и в дальнейшем, потому что действительно ЕГЭ, она немножко формализована. А если мы еще будем учитывать индивидуальные достижения, творческие способности, но в измеримых единицах, то кроме пользы это ничего не даст. А вот абитуриент узнает, сколько дополнительно он получил после обработки всех документов или уже все во время подачи? Порядок такой, что все подают документы в режиме онлайн, но система не добавит автоматические баллы, и пока не будет подтверждения. То есть он должен прислать подтверждающие документы, что он имеет право на один, два балла или на три балла. Как только мы получаем подтверждающие документы, мы сами в системе вводим дополнительные баллы. То есть это не школьник делает, не абитуриент, а мы сами. Елена Герман, я знаю, что лицеисты ваши тоже оплодают рядом преимуществ при поступлении. То есть расскажите о них тоже. Ну, главное преимущество – это высокоуровневые знания, которые позволяют им хорошо сдать ЕГЭ. Например, если говорить о среднем балле по математике, то это 74 балла, средний балл по лицею. Если с учетом того, что у нас два класса нынче были социально-экономического профиля, то, можно сказать, это вообще неплохо. Русский язык, наши математики и физики сдали очень хорошо, я считаю. Средний балл – 80. Русский язык. Русский язык, да. Ну, а остальные предметы тоже, поскольку они были по выбору, они за 75 все, почти средний балл. Поэтому вот это первое преимущество, конечно, вклад университета в подготовку к ЕГЭ наших лицеистов весьма высомый, ощутимый и результаты налицо. А других преференций каких-то, которые бы позволяли им, например, вне конкурса поступать в университет, наши лицеисты не имеют. Но, тем не менее, мне кажется, что при прочих равных приемная комиссия университета обратит внимание на лицеиста, потому что он человек уже свой, бывалый, да, наш университетский. Бывалый и видели ваши, собственно, преподаватели лицеистов. Я хотела узнать также об итогах набора в этом году, то есть закончен ли набор, можно ли еще рассчитывать на какие-то доп. места? Ну, в этом году набор у нас, к счастью, закончен. Больше дополнительного набора не будет. Если единственное, что в 10 класс возможно там, потому что и вот сейчас доносят документы, если какие-то документы от кого-то не поступят, то там образуются вакантные места, возможно. Но пока вот на настоящий момент еще это все в стадии такой становления. А в 7, 8, в 9 классы прием завершен. В этом году был очень высокий конкурс, 6 человек на место было в 7 классы. На 25 мест, на 50 мест в наших лицеях подавалось очень большое количество документов. И, в общем-то, достаточно контингент участников конкурсных испытаний был сильный. Сколько у вас было человек на одно место? У нас было 6 человек на одно место. Ну, так же неплохо. Это равноценно вот сегодняшней ситуации. Ну, да, но у нас сейчас 11 человек на место. 11 человек на место. Ежедневная ситуация просто кардинально меняется. Да, но у нас есть и направление, где и 16 человек на место. Но на самом деле по университету в целом порядка 11 человек на место. Да, хороший конкурс. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет и послушать, почему все-таки лицеисты выбирают Казанский федеральный университет. Мы встречаемся в студии буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что делать, если не успеваете подавать документы. Смотрим сюжет. Вот очень интересная книга. Это книга про космос. Я увлекаюсь космосом, потому что космос и физика очень тесно связаны между собой. Выпускник лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Даниил свое будущее пока не планирует связывать ни с космосом, ни с физикой. Сейчас же он знает только одно. Его профессия должна быть связана с инженерией. Также он намерен обучаться в Казанском университете. Правда, для этого Даниилу предстоит еще поступить. Поэтому об учебе и работе с книгами точно пока не забывает. Я рассматривал некоторые факультеты в нашем Казанском федеральном университете. И, в общем, я считаю, что наш университет может дать мне эти необходимые знания, которые мне помогут в дальнейшем в работе. Пока же ребятам пригодятся их нынешние знания. Лицеисты готовятся к своим экзаменам. Булат, в отличие от Даниила, как раз таки планирует связать свою учебную жизнь с физфаком КФУ. Университет заканчивали и его родители. Но, по его признанию, династия при выборе вуза сыграла не главную роль. Естественно, я поступаю в КФУ не только потому, что у меня там родители учились, а потому что КФУ – это хороший вуз, в котором, я считаю, смогу получить хорошее образование, которое дальше поможет мне в жизни. В течение года мне пришлось уделить много времени на подготовку к ЕГЭ по этим предметам, по физике, математике. Пришлось прорешать много задачек. Теперь я практически готова. К ЕГЭ готовилась, возможно, и будущая студентка факультета Института математики и механики. Алия тоже выбирает для себя Казанский федеральный. Сейчас она уверена, что преподаватели университета действительно могут помочь ей достичь главных целей. Мне нравится математика. Я хотела бы владеть этой наукой, чтобы в дальнейшем быть востребованной в мире. Мы снова в студии. Это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Мы в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы. Мы их принимаем по телефону 233-75-32. Ну и, конечно же, доступны по скайпу наш ник универсмотри.ру. Сергей Иванович, ну вот лицеистам вообще об университете рассказывают неоднократно, я думаю, что не в течение одного года, но вот по поводу иногородних, наверняка их интересует вопрос жилья. Что с этим вопросом, естественно, могут ли они рассчитывать на общежития, на какие общежития и условия? Ну, я должен сказать, что, на самом деле, информация, в том числе иногородним абитуриентам, она доступна. У нас на сайте очень много размещено информации, в том числе и об условиях проживания в общежитиях. Также мы участвуем в выставках образования и карьера в регионах Российской Федерации, в ближнем зарубежье, в дальнем зарубежье. То есть информация, на самом деле, о возможности обучения, в том числе и проживания иногородних и иностранных студентов, и из регионов Российской Федерации, эта информация доступна. Могу сказать то, что действительно наш университет уникальный, в том смысле, что первокурсникам предоставляются очень комфортные условия жилья, потому что мы часто бываем в странах СНГ и в других регионах Российской Федерации. Было много очень вопросов о том, где будем проживать. И когда говорят, что у вас возможно проживать в деревню Урсиады, мы говорим, что все туда селим, но тогда у нас выбор вообще, говорит, одно. Мы идем к вам и только к вам. Потому что среди студентов уже хорошие отзывы идут. И сами понимаете, если кто-то поступил из даже отдаленного региона, он становится нашим активным волонтером, скажем так. Сарафанная радио, хорошо положено. Да, да, да. Волонтерам, да. Самые отдаленные. Вот мы в Азербайджане недавно были. Там вообще, богом забытые, есть деревни, кишлаки. Откуда кто-то, если поступил, то оттуда уже ждите десяток, а то и больше абитуриентов. Со всем аулом, в общем. Да. То есть они очень хорошо реагируют. Друг к другу сообщают. Да, у нас вот по Башкирии очень много иногородних приезжает. Да, и из других регионов с каждым годом добавляется количество желающих поступать в наш университет. По условиям, естественно, проживания, каковы условия в деревне? Ну, условия деревни, они предоставляются хорошие. Два-три человека проживает в комнатах. Комнаты со всеми удобствами в большинстве зданий. И самое главное, что эти здания современные, новые. Там предусмотрена и инфраструктура для отдыха, и активного отдыха, спортивные там сооружения есть. Но и очень скромная оплата до недавнего времени, 360 рублей в месяц всего было. Да, то есть, когда говоришь о таких, никто не верит, потому что на самом деле таких цен практически уже и нет для общежития. Тем более такого уровня, такого качества. Поэтому это большое предусмотрение, что вот мы, например, были в Казахстане, там вообще берут за плату за обучение, достаточно высокая там плата у них. И при этом вообще общежития не предоставляют. То есть, живите на квартирах, в том числе в Алма-Ате, например, там много вузов. Общежития не хватает всем. Вот у нас же этот вопрос решен, причем деревня Урсиад, она компактно расположена в одном месте, там безопасность. И что мне лично нравится, там система все-таки контроля за абитуриент, вернее, со студентами, первокурсниками хорошо налажена. То есть, есть там воспитатели в каждом корпусе, вот все друг друга знают и четко поддерживают дисциплину. А это необходимо для того, чтобы создать благоприятные условия для учебы. Ну, это, я думаю, что один из самых таких ключевых плюсов. Скажите, пожалуйста, Сергей Иванович, начали ли работать непосредственно по оформлению договоров, то есть на основе контракта? Про платное обучение? Да. И, естественно, вот вопрос, с кем приходить, всей ли семьей заявляться? Ну, я должен сказать, что платное обучение одно из важнейших направлений работы приемной комиссии. Почему? Потому что практически у нас 5265 мест бюджетных. В головном вузе 3700 мест бюджетных. И понятно, что мы не только бюджет закрываем, но и контракт. Тем более, у нас очень большой конкурс, чтобы те, кто стремит сюда, могли попасть в нашу университет, получить полноценное образование. Мы предоставляем возможность на платные условия. Что здесь главное? Главное заключается в том, что должны быть хорошие баллы ЕГЭ или, значит, хороший уровень знаний, чтобы они могли учиться. Потому что кого, ну, со слабой, вернее, подготовкой просто обучать очень сложно и особого смысла нет. Но вместе с тем, нужно сказать, что на платное обучение мы берем почти столько, сколько на бюджет. То есть более 4,5 тысяч человек. Сегодня ситуация такая, что, скорее всего, мы эту планку достигнем, выполним план. Почему? Потому что у нас очень много желающих на платное обучение. В том числе и стран СНГ, и из регионов Российской Федерации. Мы постоянно отслеживаем, откуда едут ребята. И из Казани, и районов городов Республики Татарстан. То есть географии очень разнообразны. И мы ожидаем, что, по крайней мере, платников будет не меньше, чем в прошлом году. Хотя, нужно сказать, что по одним направлению у нас все-таки прибавилась стоимость обучения. Но все равно это не останавливает. На ту же экономику у нас, мы ожидали, что будет существенное снижение, предположим, желающих говорить, что это так. Но сейчас, обратно, не обратно, 9 тысяч заявлений в институты управления комфинансов, о чем-то говорит. 9 тысяч заявлений. Из них половина на платное обучение. А конкурс среди платников тоже есть? Что касается конкурса, то, конечно, конкурс ограничивается от планки ЕГЭ, или уровень подготовки. Это естественное ограничение. То есть, со славой баллов мы стараемся не брать. Хотя, сегодня у нас на сайте уже стоят границы, по которым мы будем ориентироваться при заключении договоров на платное обучение. Поэтому это есть. Я думаю, что в дальнейшем мы тоже этот вопрос будем решать в том, что в интересах наших абитуриентов. Мы приглашаем абитуриентов активно участвовать в процессе оформления договоров. Потому что сейчас уже эта кампания у нас началась. Почему? Потому что очень большой конкурс на бюджетные места. И поэтому, если на бюджет, так сказать, явно не проходит, а учиться хотят в Казанском университете, то лучше это сделать сейчас, в спокойной обстановке. Потому что, сами представляете, 5 тысяч человек оформляют договоры. Это очень сложно. В короткое время. Поэтому мы этот процесс уже растягиваем. И те, кто определяется, они могут это делать уже сейчас. Я должен сказать, что очень много желающих у нас на платное обучение из стран СНГ. В этом году необычно много. И уже многие заявились и стремятся быстрее оформить договоры, оплатить. Так как интерес к нашему университету достаточно большой. Я сама была в браморном зале, где, собственно, идет весь этот процесс, где собраны все институты, скажем так, казанские институты университета. Часто ли приходится вообще консультировать абитуриентов? И, естественно, какие самые часто задаваемые вопросы? Ну, вы знаете, у нас вот несколько центров консультации. Ну, во-первых, мы много получаем по почте электронные вопросы, на которые стараемся ответить. Во-вторых, у нас колл-центр, специальная система, где человек 10-15 постоянно отвечает на вопросы наших абитуриентов, то есть удаленных по телефону. И затем у нас работает около 150 технических секторей по институтам, которые расположены в браморном зале. Прямо на месте уже? На месте, да. Они, естественно, тоже консультируют. Кроме того, у нас при технических комиссиях каждого института профессора и преподаватели, ведущие тоже дают консультации, они тоже присутствуют. Вот, например, Яков Иванович Гришин, он практически всегда, профессор Гришин, всегда консультирует тех, кто поступает на международные отношения, беседует с ними. И я думаю, такие беседы очень важны, потому что абитуриенту самое главное не ошибиться, выбрать именно то направление, которое для него наиболее привлекательно. Многие же ведь еще сомневаются, куда податься. Конечно, бывают такие, но я думаю, что, во-первых, они могут подавать по три заявления в Казанский университет, поэтому они могут выбрать на выбор, указать приоритет. То есть, на самом деле, выборы есть, там ни один, ни одно. Кроме того, на бюджет-контракт, и также филиал, а не филиал, но институт на Мельчилахе и Лабуге, они тоже могут подавать заявления параллельно, так сказать, вот головного вуза. Поэтому выбор есть. А что касается дополнительных консультаций, но они в живом порядке постоянно происходят. Почему? Потому что люди подходят, спрашивают, и у нас спрашивают, у меня, и у зам ответа секторей, и у наших технических работников приемной комиссии. Постоянно задают, конечно, вопросы. Мы отвечаем, потому что считаем, что доступ к такой, ну скажем, достоверной информации является важнейшим условием прозрачности работы приемной комиссии. Чем более доступно мы освещаем все вопросы, которые волнуют, тем они больше добиваются понимания, собственно, куда идти, что делать, и как стать студентом Казанского федерального университета. Ну вот я сама лично видела, как абитуриенты несут уже оригиналы документов, свои аттестаты. Такой вопрос, насколько это играет в пользу абитуриентов в вопросе зачисления? Ну да, существует такое мнение бытовое, что вот принялся первым оригинал, и больше шансов поступить. На самом деле, если все посмотрели, как идет технология подачи заявлений и затем зачисления, то она заключается в том, что у нас единые списки формируются. Если вы принесли заявление, продолжим, 20 июня или 24 день последней подачи заявлений, и все равно вы попадаете в один список. И рейтинг в этом списке будет определяться не сроком подачи оригинала, а будет определяться ЕГЭ, или баллом набрано внутренних вступительных испытаний. То есть вот это вот будет главный критерий. А без оригинала, например, бюджет вообще мы зачислить не сможем. Поэтому те, кто приносит нам оригиналы, мы очень благодарны этим абитуриентам. Почему? Потому что они уже изначально делают выбор в пользу Казанского федерального университета. Так или иначе приходится расстраивать. Да, да. Поэтому и все понимают, что не каждый, может быть, будет на бюджетной основе учиться, но все равно они доверяют университету, приносят оригиналы. Вот мы их принимаем. Сегодня у нас достаточно много оригиналов. Четыре тысячи? Да, больше четырех тысяч. Они уже превышают значительно контрольные цифры приема. Но понимаем, что часть этих ребят, они потом будут подавать на места с оплатой стоимости обучения. То есть они пройдут конкурс, отбор, и те, кто не пройдет на бюджетные места, они, мы надеемся, будут также участвовать в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения. Потому что выбор они сделали, и мы приглашаем и других ребят, кто подал документы в наш университет. Конечно, еще хотелось бы обратиться, пользоваться моментом таким, обратиться к высокобальникам. Дело в том, что высокобальники, они стремятся сразу в пять вузов подавать, и туда, и сюда, и везде пытаются получить какие-то преференции или гарантии поступления. Поэтому мы советуем, если вы действительно с доверием относитесь к Казанскому университету, то мы готовы именно идти навстречу, в том смысле, что подавайте документы, и уж высокобальники гарантированно будут студентами нашего университета с хорошими баллами. К сожалению, бывает немало случаев, когда начинают подавать, например, столичные вузы, там не проходят, и здесь теряют время. И потом оказывается, как в одной известной пушкинской сказке, у разбитого корыта. То есть я многих таких абитуриентов видел, и родители, и сами абитуриенты, которые пытались, так сказать, ну куда-то попасть, самый-самый-самый престижный вуз, а потом оказывается... Остались ни с чем. И там опоздали. В этом году, в принципе, механизм хороший, который позволяет ребят не с самыми высокими, но очень достойными баллами, стать студентами-бюджетниками. Ну тогда я предлагаю сейчас посмотреть и напомнить, как не остаться, как говорится, у разбитого корыта. Напомнить, как подавать документы. Есть несколько способов. Смотрим ролик. Хочешь поступить в Казанский федеральный университет, но не знаешь, как подать документы? Нет ничего проще. На твой выбор три способа. Отправить почтописьмо на адрес город Казань, улица Кремлевская, дом 18, индекс 42-0011, с пометкой «Приемная комиссия». Или же лично посетить приемную комиссию Казанского федерального университета. Казанского федерального университета. можно также через интернет. На сайте социально-образовательной сети КФУ «Буду студентом». Казанского федерального университета. Субтитры делал DimaTorzok Основной срок подачи документов с 19 июня по 24 июля. Пиши нам на электронную почту приемсобачка.кпфу.ру или вк.ком.приемкпфу. Специалисты приемной комиссии ответят на любой интересующий вопрос по поступлению в Казанский федеральный университет. Мы снова в студии. Это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Это спецвыпуск для абитуриентов, школьников, их родителей, которые хотят, чтобы их дети попали в Казанский федеральный университет. И у нас в студии ответственный секретарь приемной комиссии Ионетка Сергеевна Ивановича и директор лицея имени Николая Ивановича Лобачевского Скабельцына Елена Германовна. Сергей Иванович, вопрос такой, как говорится, который многих наверняка волнует. Абитуриентов, когда же вывесят списки зачисленных? Списки зачисленных поэтапно будут появляться. Технология такая. 24-го заканчивается июля прием документов во всех форумах. После этого, 27-го, у нас будет вывешен большой поименный список. То есть, все, кто по параметрам прошел успешно вступительные испытания, то есть, допущен к конкурсу и по разным видам конкурса. То есть, без экзаменов, на особых условиях экзамена, это сироты, инвалиды, тоже вот эти категории. Без экзаменов, это победители, призеры всероссийских олимпиад. У нас они есть, у нас тоже такие есть, которые сразу получают 300 баллов. И затем олимпиады, которые получают по 100 баллов, например, там федеральные олимпиады, они тоже учитываются. Вот эти списки, значит, тех, кто имеет особые права, они видны. Сразу там пишется прямо текстом, кто так зачисляется. 30-го июля мы их зачислим. До этого, до 30-го, они должны сдать документы все, оригиналы. Кроме того, 30-го зачисляются и так называемые целевики. То есть, те, кто по целевым местам выделены для министерства и ведомства. И органы муниципальной власти, тоже региону Татарстана. Поэтому, вот это первые 30-го, но там это будет только небольшое количество, но максимум речь идет там примерно 25%, даже около 20% будет зачислено как особые права. А вот остальные 80% будут идти по общему конкурсу. 3-го числа завершается прием оригиналов документов, в 4-й издается первый большой приказ. И одно, что этого года, что 80% тех, кто имеет оригиналы на этот приказ, они сразу будут зачислены. Поэтому я не зря говорил, что ребята, которые имеют неплохие оригиналы, но пусть не самые высокие, у них есть шанс попасть в этот заветный приказ. А с 4-го августа, если они до 3-го августа, принесут свои оригиналы. То есть тогда они попадают в рамках 80% оставшихся мест, мы их зачисляем. И последний приказ будет издан 4-го августа, то есть не 4-го, а 7-го августа. 7-го августа, а 6-го они последний день принесут оригиналы документов. И здесь оставшиеся 20% тех мест, которые остались, от 80% и 20%. И таким образом мы 7-го августа закрываем все 100% бюджетных мест. Уже известно все по имену. Да, это только дневной форма обучения. Все закрывается, и дальше идет процесс заключения договоров, оплата, приказ по оплатникам мы 20-го августа. Что касается других форм, очень заочные, заочные и магистратуру, то приказ будет 15-го августа. То есть до 14-го они должны представить августа тоже все результаты, оригиналы, и тогда мы их тоже зачислим. То есть задача заключается в том, что... Лена Германовна, я хотела спросить, надеетесь ли вы, что среди этого заветного списка будут практически все ваши выпускники, или вот те, кто... Ну, по крайней мере, их значительное большинство, да. Да, конечно. 24-го у вас последний официальный... День подачи заявлений. Подачи заявлений. Да с какими будете работать? Ну, мы вообще работаем ненормированно, но прием заявлений согласно законодательству Российской Федерации и, соответственно, нормативным актам, тоже с чемми министерским документам, до 18.00 московского времени. То есть до 18.00, если они не представят, например, 3-го или там 6-го августа, то в таком случае мы закрываем прием оригиналов, и уже список не меняется практически, если они не представили оригиналы. То есть выставляется только список оригиналов по трем приоритетам. Тоже уникальная сама по себе система у нас разработана по приоритетам зачисления. Когда у нас система автоматически зачисляет без участия, собственно, технических сотрудников, у нас система автоматически зачисляет приказы по приоритетам, потому что у нас сразу зачисляется очень большое количество ребят. То есть представьте 5 тысяч заявлений. Ну, это очень большая цифра. Да, 5 тысяч мест, они все автоматически, вручную это сделать очень сложно. Поэтому система зачисляет, она перепроверяется, конечно, институтами, факультетами, чтобы здесь не было каких-либо ошибок, особенно по части оригиналов документов. Но все равно это делается в автоматическом режиме, и формируется приказ, он потом подписывается ректором, и таким образом у нас появляются новые первокурсники, новые студенты Казанского университета. Сергей Иванович, тогда я желаю вам успешно завершить ваш самый пик приемной кампании, чтобы все цифры, как говорится, сошлись, чтобы сотрудники ваши работали без устали. Елена Германовна, вам удачного набора и, естественно, хорошей, успешной учебы вашим выпускникам уже в Казанском федеральном университете. Это была программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». В студии работала Альбина Минебаева. Успешных вам выходных! До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова